Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и с вами Алиса Дубовик. Очередная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Оставайся с нами и не переключайся. А начнем мы с хоккея. 17 января в спортивном комплексе «Ватан» сборной хоккеистов Казанского федерального в рамках очередного тура чемпионата Казани по хоккею встретилась с хоккейным клубом «Тимирхан». Удалось ли федералам показать чистую игру, смотрю в сюжете, Анастасии Павловой. 17 января в спортивном комплексе «Ватан» команда хоккеистов Казанского федерального университета «Студенты» встретилась с сильным соперником – хоккейным клубом «Тимирхан». Счет открыли студенты на первой минуте матча, тем самым показав неплохое начало. Но уже на четвертой минуте команда «Тимирхан» сравняла счет. На протяжении всего первого периода оппоненты Казанского федерального упорно атаковали ворота и забили еще четыре шайбы. Итоговый счет первого периода тем самым стал равен 5-1. Во втором периоде студенты больше стремились защищать собственные ворота, чем пытались сравнять счет. Тем не менее, сильный соперник показал хорошую игру. И на седьмой, одиннадцатой, а затем и пятнадцатой минуте ворота студентов забили еще по шайбе. Период завершился со счетом 8-1. Третий период начался активным нападением студентов на ворота соперника. Вторая забитая шайба случилась на третьей минуте, и счет между командами стал 8-2. Позже хоккейный клуб «Тимирхан» забил оппонентам еще две шайбы, и итоговый счет игры равен 10-2. Нападающие игроки в команде соперников были немного сильнее, чем защитники, что привело к проигрышу студентов. Игра для них оказалась сложной. Хоккейный клуб «Тимирхан» — соперник опытный, и так как команда Казанского федерального университета относительно новая, бороться на равных не совсем получается. Игра сегодня была очень интересная, очень много острых моментов было. Ну, противник был очень силен, все-таки они уже опытные ребята, уже давно играют. Ну, за счет опыта как бы нас переиграли, но у нас тоже было очень много моментов. Мы тоже могли забить, как бы, но подвела реализация. Ну, планируем играть как пятерки в нашей связи, чтобы уже на следующую игру реализовывать моменты. Ну, надеемся на дальнейшую победу. Но, несмотря на проигрыш, студенты не расстраиваются, ведь любая игра сильным оппонентам — это мотивация на победы и хороший опыт. Анастасия Павлова, Амаль Тимиров, «Неделя спорта». В минувшее воскресенье в культурно-спортивном комплексе КФУ «Уникс» впервые состоялся детский турнир по чизболу. Как проходили соревнования и кто одержал победу, расскажет Ильвина Губайдулина. В воскресном утром культурно-спортивный комплекс КФУ «Уникс» открыл свои двери для всех юных любителей шахмат. Для школьников состоялся первый детский турнир по чизболу на Кубок Инженерного Института Казанского Федерального Университета, участие в котором приняли шесть команд по восемь человек. Организаторами соревнований выступили Инженерный Институт Казанского Федерального Университета, представители Федерации Чизбола и Ассоциации профессиональных тренеров Татарстана. Участниками были дети не старше 14 лет. В основном это были школьники 9-11 лет. Несмотря на столь юный возраст шахматистов, они имели отличную подготовку. Среди них присутствовали чемпионы Татарстана, победители и призеры России и Приволжского Федерального округа. Турнир организован, считаю, на хорошем уровне. Это впервые проводим одновременно на двух досках. Учитывая, что проводим первый турнир среди школьников, никаких заминок пока нет. Команды играли на двух досках. Так одновременно в партии могли быть задействованы 4 команды. Каждая партия была довольно напряженной и непредсказуемой. Мы могли наблюдать за тем, как ребята серьезно сосредоточены на игре и не готовы сдаваться. Даже когда оставалось 5 секунд времени. Команды брали тайм-ауты и старались вместе продумать свой путь к победе. Параллельно с турниром для всех желающих проводились игры по шахматам и шашкам. Увлекательные и познавательные викторины по шахматной и исторической тематике. Различные игровые эстафеты. Так участники могли отвлечься и отдохнуть между партиями. А зрителям тяжело было заскучать. После сложнейших игр в первом круге определились победители команды, занявшие вторые и третьи места. Так лидеры в своих группах стали команды «Ровесник» и «Звезда-1». Именно они боролись в финале за кубок инженерного института. Пройдя несколько матчей на вылет, ребята чувствовали эмоциональное напряжение и усталость. Однако в финале шахматисты развернули острейшую борьбу, по итогам которой лучшей командой и победителем турнира была признана «Звезда-1». Матчи проходили зрелищно. Первый детский турнир по чизболу удался на славу. Благодаря именно таким мероприятиям юные интеллектуалы развивают свои навыки, набираются опыта и учатся играть в коллективе. Думать не только за себя, но и за своих напарников по команде. Ильвина Губайдульна, Амаль Тимиров, «Неделя спорта». Уже на этой неделе среди работников Казанского федерального университета стартует ежегодная спартакиада здоровья. И по этому поводу к нам сегодня в студию пришел начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к обсуждению спартакиады, давайте вместе посмотрим сюжет в преддверии соревнований. 25 января стартует ежегодная спартакиада здоровья среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников Казанского федерального университета, координацию и контроль над которой осуществляет Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта, Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ и профсоюзная организация работников КФУ. В спартакиаде могут принимать участие преподаватели и сотрудники КФУ культурно-спортивного комплекса КФУ «УНИКС», плавательного бассейна «Бустан» и спорткомплекса КФУ на улице Бутлерова. Целью проведения спартакиады является развитие физической культуры и спорта, улучшение физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы, пропаганда здорового образа жизни. Цель всех соревнований – это все-таки победа. Я думаю, что каждый человек, кто участвует, он в принципе хочет победить, даже если это скрывают. Цель объединить людей, потому что многие встречаются именно только на этих соревнованиях, поэтому все-таки спорт объединяет. В прошлом году соревнования были проведены по 10 видам спорта. В этом году организаторы решили внести изменения в регламент и убрать такой вид спорта, как баскетбол. Если честно, то очень жалею, что убрали баскетбол, потому что между университетами сейчас не проводятся соревнования по баскетболу, поэтому в этом году приняли решение, что и на внутренних соревнованиях тоже откажемся от баскетбола. Хотелось бы, чтобы вернули баскетбол, конечно. В протяжении 9 дней мы увидим соревнования в таких видах спорта, как настольный теннис, плавание, бадминтон, бильярд, волейбол, шахматы, лыжные гонки, мини-футбол. В основном преподаватели это возрастные люди, соответственно, в большой футбол бегать достаточно проблематично, а вот в мини-футбол самое то. Завершится спорта киада 17 февраля лыжными гонками, где мы и узнаем, кто в этом году станет победителем в общекомандном зачете. Мы посмотрели сюжет, и я хотела бы у вас спросить, какие сложности возникают вообще в организации этой спорта киады? Данная спорта киада у нас не вызывает больших сложностей в организации. Данную спорта киаду большинство наших сотрудников и преподавателей ждут с нетерпения. Многие институты и подразделения готовятся к данной спорта киады. Январь-февраль для наших сотрудников является ярким, незабываемым, ведь каждый работник нашего университета пытается выступить на максимум, внести большой вклад в копилку своей сборной, ну и принять активное участие как можно больше видов спорта. А сколько в этом году поступило заявок на участие? На данный момент заявки принимаются. Ну, первые виды у нас настольный теннис и подбентон. Ежегодно в данных видах принимает участие более 10 команд. Предполагаю, что в настольном теннисе примут участие примерно 13-15 команд. А какой вид спорта, по вашему мнению, является более популярным в спорта киаде? Ну, самые популярные виды спорта для наших сотрудников, на мой взгляд, это самые доступные виды. Это шахматы, настольный теннис, подбентон. Ну и те виды оздоровительные, это лыжные гонки и плавание, всегда вызывают большой интерес. На данные виды приходят с большим желанием и показывают очень приличные результаты. А помимо того, что в этом году убрали баскетбол, есть ли какие-либо еще изменения в спорта киаде? Да, вы правы. В этом году у нас спорта киада пройдет по 8 видов спорта. У нас в этом году не будет боулинга и баскетбола. Но в любом случае, те виды спорта, которые включены в спорта киада, это самые популярные. И я думаю, спорта киада не утеряет интерес среди работников нашего университета. А на следующий год, если будет все нормально и у нас прибавится количество участников, я думаю, какой-то вид может и добавиться. А почему в этом году решили убрать боулинг? Ну, боулинг у нас в прошлом году, на самом деле, мы проводили впервые. Да, мы посмотрели, проанализировали то, что данный вид был самый популярный. Но в этом году, по желаниям многих сотрудников, пока мы его приостановили, возможно, на следующий год мы его заново вернем. Но баскетбол, этот вид спорта раньше был очень популярен, но в данный период и в республике, и в городе именно баскетбола так такового нету, в основном стритбол, поэтому этот вид пока убрали. А что вы ожидаете от спорта киады в этом году? Ну, как организатор я в первую очередь жду от спорта киады то, что у нас появятся новые команды, новые участники. И от себя лично в первую очередь показать высокие результаты и в личном перестании в команду. Но основной целью данной спорта киады это все-таки привлечение максимального количества работников нашего университета к занятию физической культурой и спортом. Спасибо вам большое, Алексей Николаевич, что вы сегодня пришли к нам в студию и поговорили с нами о спорта киаде, которая стартует у нас 25 января по 17 февраля. Спасибо вам за приглашение. Напоминаю вам, что у нас сегодня в студии был начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. А наша программа подходит к концу. С вами была Алиса Дубовик. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин